открываем и вот такая красота у нас и это вообще шикардос берёжки у тебя такие красивые из всех этих лиц больше кальция именно араукана тоже 4 за 5 дней у меня есть вот такие гнезда они сделаны из о избе здесь гнезда с дыркой вот такой вот сейчас вам покажу вот такая дырочка и яйцо падает в эту дырочку и попадает о есть как раз яйцо яйца приемник эти гнезда сделаны из о избе есть еще другой вариант гнезд здесь идет под наклоном скат попадает яйцо в яйцеприемник можете сделать и гнезда и из материала который называется о избе но мы еще решили сделать гнезда из оцинкованного материала у нас был кусочек небольшой остаток этого материала и мы решили из него сделать гнездо металлическое и я вам сейчас покажу как мы его делали и по моему здесь скатилось яйцо пока мы говорили точно смотрите мокрое мокрое яйцо пока мы разговаривали я могла конечно вам показать как его несла курочка вот она его только 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 снесла да мы видим я вернее не видела а слышала услышала как это яйцо ударилась жалко что я вам не показала как она снесла его вот вы можете сделать и гнездо из о избе но я хочу проэкспериментировать с материалом оцинковкой и сделать гнездо из такого материала и буду смотреть как мои курочки отреагирует на такое гнездо так вот такие вот остатки у нас оцинкованного железа мы сейчас их используем обрезки остатки все применим вот такую вот заготовку приготовили и сейчас покажем как мы гнем этот лист железа и такое приспособление листогиб заготовили и будем гнуть это железо чтобы было удобно и аккуратнее а какими-то подручными методами можно гнуть ну то есть не станком киянка брусок уголок удобно заходит в эти разрезы чтобы был уголок загнутый чтобы получилась коробочка и теперь загинаем дальше загнутая со всех четырех сторон очень легко и классно режется не будем делать рекламу этому аппарату но он очень хорошо режет и ковролин и линолеум детали все у нас подготовлены вот как вы видите это у нас будет собираться сама основная конструкция этого гнезда как их загинали мы вот эти вот сборные части я вам это показала ранее а теперь нам осталось эти все детали собрать на вот этой детали я вам покажу чтобы вы понимали как будет выглядеть это гнездо внутри вот эта полоса к ней будет крепится но этого гнезда на котором будет сидеть сама курочка яичко будет падать вот сюда и под таким наклоном она будет скатываться в ящичек выдвижной в котором будут собираться сами яйца а а саму сборку вот можете посмотреть тут даже размеры все написаны вот так вот можете сделать стоп кадр и увидеть все размеры шестнадцать десять с половиной тридцать и пять шесть семь пять семь с половиной вот это расстояние 12 и вот это тоже длина тридцать тридцать три сантиметра вот это будет у нас вид этого гнезда с внутри почему мне сейчас это проще вам показать потому что когда это соберется гнездо то уже потом будет трудно это сделать все и теперь осталось нам собрать то есть это у нас становится запчасть вот таким образом сбоку и продолжаем его собирать соответственно вот эта стенка у нас ставится с другой стороны вот так вот и вот вы сразу видите вы рисовывается у нас каркас самого гнезда соединяем детали с помощью заклепок дрели такую дырочку делаем и специальным агрегатом делаем заклепку вот такую вот так все и вот так две заклепки готовы и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И яйца будут аккумулироваться вот здесь. А скатываться они будут не так, как у меня в деревянных гнездах спереди, а будут скатываться в заднюю стеночку. Лоток для яиц. Вот так вот вставляется. Он будет вот такой выдвижной для сбора яйца. Вставляем платформу, на которой будет сидеть курица и нестись. Вот по намёточке. Вот так вот ровняем. Вот так вот тоже этой же заклёпкой. Всё, одна сторона готова. Я, конечно, не пробовала, но навряд ли я это. А может и сделаю. А ну да, я попробую. Мама и сыночек. Мама любит сыночка, даже когда он уже большой. Так, а мы вернёмся к нашему гнезду. У нас уже готова платформа, на которой будет сидеть курочка. И в этот раз я использую, если вы заметили, не линолеум, а вот такой вот кусочек ковролина. Конечно, сразу скажу, это непрактично. Но я хочу посмотреть. Вот просто хочу посмотреть, как он себя будет вести. Как я смогу здесь помыть разбитое яйцо. Как я смогу здесь убрать помёд. Вот я хочу это всё посмотреть. А теперь монтируем дальше. А теперь коронный номер. Вот это делать буду я учиться. Продрелили отверстие шуруповёртом. И вставили эту заклёпку. А теперь этим агрегатом, вот, я буду это делать. Вот так вот я нанизала. Так, вот. А теперь пошли пельмей. Оп, класс! Мне понравилось. Слушай, оно не сразу отрезает. Значит, рассказываю. Оно с первого раза не отрезает, оказывается. Его надо несколько раз вот так делать. Раза три я сделала. Значит, до конца вот сюда прижала. Теперь раз делаю. Потом второй раз делаю. Потом аж третий раз. И ещё буду четвёртый, наверное. Опа! Класс! У меня это за четыре раза получилось. Теперь я буду знать. Я думала, что это один раз. Раз, класс! И оно оторвалось. Вот такая получилась шуфлядочка. Оп! И ручечка. Раз! И яички собираем. Раз! Задвинули и ждём следующие. Ой, если будут биться. А мы здесь всё не стелим. Нет, здесь всё будет мягенько. Это каркас у нас железный. А яйца будут падать на мягенькое. Сейчас всё продолжаем делать. А теперь крепим платформу, которая будет служить нам как бы ступенькой перед входом в наш домик. Каркас этой платформы сделан из металлопрофиля и сверху дно пластмассового ящика. Теперь, чтобы убедиться, что мы сделали всё верно, нам нужно яйцо. Яйцо кладём на самую, как бы, казалось бы, крайнюю точку. То есть мы делаем скорость движения яйца больше. Вы понимаете, чем дальше и выше стоит яйцо, тем больше скорость. Я могу его и здесь поставить. Могу и здесь. Понятно, что когда оно снесётся здесь, то будет скорость меньше яйца, и удар будет меньше. Но при испытаниях берут максимальную скорость. Я беру вот здесь. Отпускаю яйцо. И смотрим, где оно. А оно у нас вот здесь уже, видите? А теперь расскажу небольшой ещё секрет. Нужно вот здесь, в этом месте, немножечко прогнуть эту жесть. И тогда, где бы ни находилось яйцо, оно будет всё равно катиться в центр. А если оно будет ровная поверхность, то вы понимаете, что яйцо может катиться, катиться и вот здесь вот упасть. И удариться. А нам нужно, чтобы оно желательно, конечно, ударялось по центру. И тогда оно не будет биться ни об стеночки металлические, а будет падать на мягкую поверхность. И теперь я вам покажу это яйцо. Вот, смотрите. Оно абсолютно целое. И трещин никаких на нём нет. Всё, и оно укатилось в яйцеприёмник. Яйцеприёмник, в который будет падать яйцо, обязательно нужно застелить мягким материалом. Это у нас теплоизоляционный материал. Он бывает разной толщины. Ну, вот у нас вот такой. Вот. И его мы устелили вот так вот из боков здесь. Вот так вот, чтобы яйцо, когда катится, оно ударялось именно в мягкую часть. И при случае, если вдруг оно ударится об стеночку, то здесь тоже будет мягенько. И, конечно же, когда приземляется яйцо, скатывается с гнезда, тоже здесь должно быть защищено мягким этим материалом. Для того, чтобы закрепить загнут металл, вот здесь в углу, для того, чтобы его закрепить, чтобы он не ёрзался. Вот. И вот, в принципе, он больше нигде не закреплён. То есть, для того, чтобы почистить и помыть, это спокойно всё сейчас можно вынять. Нигде эта подложка не закреплена и не приклеена. Для того, чтобы курочка чувствовала себя комфортно в этом гнезде, нужны шторы. Поэтому шторы здесь обязательны. Я обычно их разрезаю посередине, разрез делаю, и два делаю боковых разреза. Этого будет достаточно. Сильно мельчить тоже не очень хорошо. Потому что со временем они будут вот так рассатываться. Поэтому достаточно. Ну, я из практики так всегда делаю. Вот. Гнездо готово. И поселяется ко мне курятник. Я решила его поставить старым курочкам. Они более опытные. И думаю, это гнездо примут на ура. А теперь мне надо подумать, куда его поставить. Это гнездо понимает. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь вот хорошее получилось для этого гнезда место. Получилось у нас в одном ансамбле, в один уровень. И курочки у меня здесь любят ходить, спокойно здесь походят, зайдут и в это гнездо. Для первого времени я оставлю одну полосочку, как всегда, открытой, для того, чтобы курочка заинтересовалась. И сейчас покажу вам окончательно. Найду яйцо. Найду яйцо, если есть. Ага, к сожалению, нет. Нашла яйцо, снесла курица, для того, чтобы вам показать, как это все будет работать. Вот так курица несет яйцо. Яйцо упало. И находится у нас в ящике. Смотрите, целенькое, невредимое. Никаких трещин нет. Ящичек задвигаем, как сейк. Лесеньку опустили. Все, в любом месте, где бы не снесла курочка. Яйцо. Все. И оно у нас где, угадайте? Все. Все у нас в коробочке. Класс. Эти гнезда хороши тем, что они удобные в уходе. Их можно просто элементарно помыть. Я своими гнездами из ОСБ очень довольна. Если нет возможности делать у вас металлические, можете делать из ОСБ. От таких гнезд я не откажусь. Ну, а чисто в порядке эксперимента мы сделали вот такое металлическое гнездо. И посмотрим, как будет оно в работе у нас работать. Сразу предвижу ваши комментарии о том, что плоская крыша. Будут куры сидеть гадить. Да, будет плоская крыша. Почему мы не сделали со скатом крышу? Потому что, во-первых, это в целях экономии. Это большой расход будет оцинковки. Поэтому вот крыша будет такая. Я думаю, что шпателем почистить эту оцинковку ничего не стоит. Интересуется. Пойдем, посмотрим. Сейчас я положу яйцо, чтобы я его не разбила. Будем смотреть гнездо? Давай пойдем посмотрим, какое у нас красивое новое гнездышко. А ну смотри, какое. А ну-ка. Ой, как там красиво. Ой, как там хорошо. Это гнездо мы очень надежно закрепили. Оно прикручено на саморезы прямо к вот этим моим гнездам. То есть оно установлено по уровню. И выдержит даже самую тяжелую курицу. Все это мы предусмотрели. А если парочка залезет? И парочку выдержит. Все, будем ожидать сюда большой урожай яиц. Еще одна. Любопытная. Здесь, конечно, напрашиваются коричневые шторки. Но так как у меня платформа зеленая, травка зеленая, ну почему-то мне захотелось здесь сделать зеленые шторки. Хотя это гнездо не вписывается в этот весь ансамбль. Но я думаю, что все равно ничего плохого не будет, если здесь мы немножечко освежили это гнездо зеленым цветом. Ну и, в общем-то, будем наблюдать и смотреть, как будет работать это гнездо. Это гнездо выполнено из оцинковки. Для того, чтобы там внутри было не так холодно и комфортно, постелили здесь кавролин. Он на прорезиненной основе. Основа прорезиненная у него. И я думаю, что курица будет там комфортно сидеть. Одной полосочки открытой будет достаточно. Так, сейчас мы аккуратно переставлю его сюда поближе. О, смотрите. Ну, что это за чудо? Ну, кто это тут снес яйцо? Кто-то снес. Давайте посмотрим, что у нас в этом гнезде. Ой-ой-ой-ой, и тут полно яиц. Сколько тут? Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять. Десять и одиннадцать. Это только в этом маленьком гнездышке. Одиннадцать яиц. Вот в этом нашем гнездышке. Оно вот так вот простенько, закрывается легко. И все. Смотрите. Очень хорошее гнездо. И сделали мы его сами. Мы его не покупали. Просто был у нас лист вот такой оцинковки. И сделали его собственноручно. Вот такое гнездышко. Гнездышко. Гнездышко.